Приветствую вас, Ева. Вы, конечно, очень много всего накрутили. Здесь в тексте своём такой прям очень насыщенный получился текст. Вот, с точки зрения того, что с вами происходит. Смотрите, во-первых, если женатый мужчина с вами общается, фиртует, рифнует к другим мужчинам, выделяет и прочее, то это значит в первую очередь, что мужчина собственник. Так он хочет, чтобы и его жена была наивой. При этом он, как бы, держит вас на расстоянии. Вот, он не собирается брать ответственность за свои действия какие-то. И вполне вероятно, что это определённый кризис в отношении к женой. Но если люди не разводятся, вот, то вероятность того, что они разведутся, очень мала. Вероятность того, что мужчина уйдёт, очень мала. Потому что происходит обычно как? Такой вот житийский, возьмём, срез. Люди в браке не ладят друг с другом, чувствуют, что не ладят друг с другом и разводятся. Люди не ладят друг с другом в браке и заводят любовников. Ну, любовников, любовниц, не важно. Люди в браке не ладят друг с другом, но делают вид, что всё хорошо. Вместе с тем компенсируют то, чего не хватает в отношениях на стороне. Это не обязательно любовники и любовницы. Ну, вот, 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 вот. Например, в вашем случае, как бы, у нас всегда надо называть любовную цена, потому что мужчина, ну, флирзует, ну, выделяет, ну, ревнует. Ну, это всё двусмысленно, это всё неоднозначно, и, как бы, мужчина это делает специально. Вот. И, как вы понимаете, как вы понимаете, ещё есть ситуация, когда люди уходят к кому-то. То есть, вот, например, мужчина живёт с женщиной, да, вот, влюбляется в другую женщину, разводится со своей женой и уходит жить вот к новой женщине. И здесь часто возникают также проблемы, потому что, как бы, одно накладывается на другое. Ведь мужчина же выбрал свою жену, и выбрал он её не случайно. И новая женщина, она привлекательна, как бы, только с одной стороны, только чем-то. Но другие моменты, которые обеспечивала жена, они остаются, как правило, неприкрытыми, и начинаются конфликты. Вот. Поэтому единственным адекватным выходом из ситуации, когда люди женаты, да, и когда люди замужем, женаты, являются следующие два момента. Первый. Это развод. То есть, вот, понимание того, что у меня в семье проблемы, я развожусь. Всё. Я развожусь, какое-то время проходит, я завожу новые отношения. Обязательно какое-то время. Либо следующий вариант, когда люди осознанно соглашаются на какой-то тип отношений, которые, ну, в общем-то, устраивают обе стороны. То есть, к примеру, мужчина и женщина. Мужчина женат, женщина не замужем, и они вместе соглашаются на то, что у них будет интимная жизнь. Ну, просто вот интимная жизнь, не больше, не меньше. Вот. Здесь очень важно, чтобы не было никаких ожиданий, чтобы не было никаких мечтаний и прочее, прочее, прочее. Вот. Так что здесь вот такая история. То есть, даже если вот мужчина сейчас, например, уйдёт от своей жены и будет с вами активно развивать отношения, всё равно есть риск того, что будут определённые проблемы. по причинам, которые я указал уже. Дальше. Следующий момент. Вы говорите, значит, что я не понимаю его поведение, очень хочется его чувств в ответных словах. Есть проблема. Дело в том, что, с одной стороны, вы не доверяете себе, то есть, вы хотите понять мужчину, но вы не доверяете себе своим ощущениям. А ваши ощущения, ваши чувства, они совершенно чётко вам всё говорят. Вот. Я уверен. Просто вы это игнорируете. И пытаетесь понять другого человека. Хотя, что здесь по большому счёту понимают. А? Вот. Ну, ничего здесь. Что здесь понимают? Всё очевидно. Во многих, только в отношениях. Это первое. Второе. Вы говорите, хочется чего-то. Вот, верно, свои. Это большая проблема, потому что вам хочется как бы получать от человека что-то. Вам именно хочется получать от мужчину. То есть, на первом месте здесь идёт не желание что-то для него сделать, а именно получать. Это делает вас зависимой. Это делает вас уязвимой. И это открывает простор для манипуляции вами, к сожалению. Поэтому, очень важно отделить то, что вы хотите для себя, от того, что вы хотите для мужчины. И то, что вы хотите делать для мужчины, делайте, если вы действительно хотите, это для него сделать. Но это не должно порождать ожиданий. И это не должно быть для вас тяжело. В активном случае это уже не желание где-то сделать для человека, а это жертва. А жертва здесь неуместна. Ну, вообще, в принципе. Жертвенность уместна только в отдельных случаях. Вот. Понятно, да? То есть, тот факт, что вам хочется чувств в ответ на свои, говорит о том, что вы в чём-то нуждаем. Нуждаемость в отношениях делает партнёра зависимым и уязвимым. Понятно. О чём идёт речь. Дальше. Значит, он меня явно выделяет, объективно, но, наперечислено всегда, конечно. Инициативу проявлять я не знаю как, да и что это глупым и навязчивым. Не хочу быть отщёлканной по носу. Ну, вот это, наверное, самое интересное. Самое интересное. То, что вы пишете. Значит, инициативу проявлять я не знаю как. То есть, это что? Это скромность, это отсутствие женской модели поведения, это страх. Что значит я не знаю как проявлять инициативу? Ну, так давайте научимся, давайте научимся проявлять инициативу. А проявлять инициативу значит делать то, что хочется для человека. Видите? Вы сейчас позиционируете себя так, что ваше чувство это исключительно потребность в другом. Или я что-то делаю, я что-то делаю обязательно для того, чтобы что-то получить. А так не работает. А так не работает. Вот. Дальше. Считаю это глупым и навязчивым. Как можно считать это глупым и навязчивым, если вы не проявляли инициативу? Это раз. Второе. Не очень понятно, значит, почему ваша инициатива это глупо и навязчиво, а мышка инициатива это нормально. То есть, по-прежнему, идут стереотипы, которые, ну, только вредят и мешают. Второе. Ну, точнее, не второе, наверное, а следующее. Что такое глупо? Глупая инициатива, да? Что такое глупость? Глупость это обесценивание. То есть, вы обесцениваете свой импульс, свой порыв. Вы обесцениваете себя, вы обесцениваете свои чувства. Здесь, как бы, сомневаетесь в них. Здесь, как бы, уже вырисовывается такое вот понимание, да, почему вы нуждаетесь в мышине. Чтоб он компенсировал вам вот этот прикос. Ну, и навязчивость. Что такое навязчивость, да? Навязчивость это, что я постоянно, это же постоянно, это же через силу. Когда человек хочет проявлять инициативу и не хочет проявлять инициативу тоже. То есть, это все вот такое, знаете, как бы через силу. Я не думаю, что здесь речь идет о том, что будет через силу. Но вы боитесь быть навязчивым. Страх быть навязчивым, это значит не доверять, опять же, себе. Потому что, если, к примеру, я эмоциональный человек, эмоциональный человек, если я активный эмоциональный человек, то, естественно, я буду достаточно активно взаимодействовать с человеком, который мне нравится. И, если этот человек мне не подходит, если этот человек меня не принимает, конечно, он посчитает меня навязчивым. Но будет ли это плохо? Наверное, нет, потому что это, как бы, прояснит, это прояснит то, насколько мы с человеком друг другу подходим. Не более того. Дальше, не хочу быть отсылками по носу. Что это такое? Это страх отказа, с одной стороны. Страх отказа, потому что, в случае отказа, вы будете хуже думать о себе. Это неустойчиво с ваших представлений о себе, с одной стороны. С другой стороны, это желание прогнозировать отношения, желание какой-то определенности, совершенности. То есть, есть проблемы личных границ, есть проблемы, опять же, доверия своим чувствам. И, самое главное, это, ну, несколько неверное понимание, представление об отношениях принципов. Потому что, в отношениях абсолютно нормально получать отказ. Это нормально. И, в отказе нет ничего страшного, вот, если человек уверен в себе. Но, вы, очевидно, в себя не уверены, поэтому боитесь отказа. Страх отказа родом из детства, поэтому детско-родительские отношения здесь обязательно нужно исследовать. Я бы очень хотел дать ему понять, что я готова к его шагу навстречу, если он захочется сделать. Ну, видите, по сути, пассивная позиция, пассивная позиция, пассивность здесь равнозависимость. Как это делается, в смысле, дается понять, не роняя достоинства. А что плохого, если вы уроните достоинство, проявив чувство, которое у вас есть по отношению к мужчине? Что плохого в том, что вы уроните достоинство, если вы сделаете для человека что-то, что вы хотите сделать для него? Что там плохого? Знаете, вы не хотите брать ответственность за свои действия. То есть вы хотите что-то сделать по отношению к мужчине, но вы не хотите делать ничего. Это так не работает. Вам нужно сделать свой выбор. Вы либо делаете шаг вперед, вы начинаете что-то делать для мужчины, либо... Вы либо начинаете его так же выделять, если вам этого хочется, либо нет, тогда такая вот история. Со страхами, с неуверенностью в себе, с самооценкой, с обесцениванием, с деструктивными способами обеспечить себе защиту, можно поработать, все это скорректировать, будете чувствовать себя увереннее, лучше. С женской моделью поведения, чтобы вы знали, как проявлять инициативу, так же можно будет поработать. Вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...